всем привет мои дорогие друзья ну что ж пришло время выезжаю в ннр последние так сказать аккорды взгляд на монету очередной раз покажу ее во всей красе как она блестит как она сияет попробуем запомнить все детали и нюансы на монете очередной раз сейчас попробую кинуть на весы тоже чтобы вы увидели какой у нее интересный вес вот такой у нее штемпельный блеск вот все эти детали разной патины следов патины и так далее вот значит какой план если ее все-таки градируют я ее после этого разбираю ну сам слаб разбираю мою патинирую и заново отдаю на грейд и проверим получится ли у меня во первых поднять выше играет путем манипуляции моих а также проверим подлинная ли эта монета или нет вот читаем что здесь написано на гурте также обязательно расскажу условия грейдирования по времени мне уже сказали от 30 до 40 дней конечно очень долго экспресс вариант стоит намного дороже там в три раза дороже экспресс вариант вот но мне экспресс не подходит это слишком дорого просто мои друзья потом заберут эту монету но я узнаю как чтобы допустим если меня не будет в стране тоже этот момент надо выяснить если меня нет стране как кто может забрать монету то есть может какие условия там надо будет или что не знаю ну в общем повыясняю все эти нюансы расскажу вам обязательно так все фотосессия и погнали еще раз какие-то моменты попробую показать блеску монета есть очень хороший блеск приятный так весы 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 сейчас кино на весы и чтобы тоже это показать здесь блеска чуть послабее но я знаю что если это оригинал то я блеск этот подниму выше вот теперь самое главное кидаем на весы монетку вот 2020 то что мне интересно то что монетка тяжелее весит вот этот нюанс тоже нам очень всем интересен то есть является ли такой перевес подлинным это все мы и проверим так погнал дальше ну что ж дорогие друзья вышел я из ннр вот адрес режим работы находится это как жена моя сказала в непонятном здании дом 3 строение один монетческий переулок напротив вот такого интересного здания маленький такой красивый дом российский музей леса прикиньте думаю может сходить туда короче значит что мне сказал мужик он сходу взял в руки монету ничего не сказал сразу что это не подлинная монета вот так выглядит вот значит чем идея короче значит результат я получу короче так как я гражданин иностранный значит я оставил телефон моего друга который придет заберет монету если вдруг меня не будет стране результат будет к концу февраля уж представляете то есть очень много монет носят принесли большие коллекции там короче за завал у них конкретный по оценке всего этого дела мыть монету не стоит сразу сказал great она получит вряд ли даже а у короче значит цветная картинка тоже нет смысла он говорит дополнительные 100 рублей зачем тебе тратить и что еще он сказал такого интересного у него не было вопросов сразу что это копия ну хотя если это копия допустим они в по-любому должны взять и сказать что такое ты взять меня деньги за за этот момент поэтому как бы ну монету он все равно взял посмотрел но говорит что скорее всего она получит details по деталь с типа что она из обихода у нее есть следы обращение в этой монеты и что еще он такого сказал интересного говорит в принципе что мыть ее не надо значит ее взвесят ну и в принципе все там много интересной продукции продается я что завтыкал поснимать на видео там прикольный жетон такой продается классный копии монет разные лежат там всякие вот но в целом интересно но что меня поразило просто напросто взял монету я своей рукой написал на бумажке что я принес за монету кто я такой короче номер телефона email все я беру копию этой бумажки себе и он мне дал расчетный счет квитанцию в которую я должен от руки внести сумму прийти в банке оплатить после того как они мне скажут какую сумму а сумма придет типа на почту и всю и просто взял монету не фотографии не не расписки никакой ничего мне не дали на руки то есть его лично рукой он ничего мне не писал о том что он у меня принял монету то есть абсолютно странная ситуация в этом плане меня это даже немножко напрягло но я как бы доверился на то что это все-таки национальная нумизматическая все там как там да национальный нумизматический реестр думаю ну значит наверно так должно быть ну в общем посмотрим через месяц аж где-то результат будет известен какой результат мы все конечно же узнаем и какой у меня план дальше действий если все-таки это оригинал все класс я ее вскрываю мою привожу в порядок накладывание у патин и заново отправляю и вот очень интересно то есть мне лично интересно мой опыт по чистки помывки патинирование монеты и так далее то есть приведение монеты надлежащий вид очень интересно как это сработает на грейде следующем если она получит конечно грейд вообще какой-то потому что есть какие-то сомнения у людей но мое мнение вот я честно думаю что это все-таки оригинал потому что ну я чувствую что это оригинал у меня друг по фотографиям тоже сказал что оригинал а вот те чуваки которые брали в руки они в основном продавцы то есть возможно они не коллекционеры может они не все монеты в руках держали но у меня все равно есть вопросы потому что я держал другой рубль в руках и он был действительно по-другому чуть-чуть сделаны и вот интересно вот это очень интересно если монета получает хоть какой-то great я могу претендовать на то что на моем канале вы увидите разновидность 1 рубля 1912 года если она не получает great значит это фуфло копия и так далее что за копия что за фуфло тоже будем выяснять дальше вот такая история подписывайтесь на канал а кстати да вот жена подсказала насчет ngc он сказал что очень много людей отправила в ngc монеты и уже по полгода не могут получить монеты назад так что тоже ннр в этом плане но такая маленькая реклама что все-таки здесь вы можете получить немножко быстрее хоть какой-то great да есть моменты но мы их и проверим вот я уже дома короче добрался вот это бланк большой вот здесь заявка значит вот так эта бумага выглядит с qr-кодом и здесь есть печать и подпись все здесь порядок я доволен теперь дальше еще вот такую брошюрку взял это по ходу расценки да и еще вот такую брошюрку это дополнительные услуги тоже расценка если вы что-то там хотите еще добавить теперь из интересного значит он сказал что эту монету вот я щас фотографии монеты обязательно но представлю еще этого рубля и он сказал что вот это черная там будет короче ну вот на другом рубля возьму вот обратите внимание вот на этом месте там будет черное пятно вот он сказал это отмыть вообще невозможно и вообще ее отмыть будет крайне сложно и так она даже типа получше выглядит чем если ее мыть в общем все фотографии сейчас посмотрим еще в конце этого видео и будем ждать значит конец февраля монета должна быть теоретически готова какому-то там либо заключению ну а какое заключение мы уже узнаем через хрен знает сколько времени поэтому подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить смотрите фотки и запоминаем как монетка выглядела до того а 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 и и и а и а